Синтеза 117 элементов Синтеза 117 элементов Синтеза 113 элемент будет отличаться повышенной летучестью, в отличие от своих аналогов. Плюс к этому это независимая идентификация синтеза новых элементов. Такие циклы экспериментов мы начали в декабре, сейчас мы продолжаем, мы имеем уже первые результаты порядка четырех цепочек распада 113 элемента и можем сказать, что он летучий. Это дополняет наши данные по ранее полученным, по свойствам 112 и 114 элементов. Вы знаете, что 112 элемент является аналогом соответственно цинка к адми ртути. И мы показали, что Коперникум по температуре, по теплоте, адсорбции и по ведению является аналогом именно этой группы элементов. То есть мы установили его положение периодической таблицы. Что касается флеровия, мы впервые показали, что его свойства отличны от более легких аналогов, это олова и свинец. Он является летучим элементом, в отличие от них. И то же самое мы сегодня говорим о 113, который является аналогом Индии и Талия, который тоже не летучий. Это первое экспериментальное подтверждение влияния релятивических эффектов на изменение химических свойств. Это важнейшее, так сказать, фундаментальное исследование именно и для ядерной физики, и для атомной физики, электронной оболочки, и для химии, конечно. Как вы знаете, в соответствии с семилетним планом развития нашего института, основным проектом для нашей лаборатории является проект DRIPS-3. А в свою очередь главной составляющей этого проекта является создание первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов. Это новый ускоритель DC-280 по параметрам, а я имею в виду интенсивность ускоряемых ионов на порядок выше, чем мы имеем сегодня. Это, конечно, новый экспериментальный современный корпус, который будет весь по радиационно-химическим условиям РХЛ второго класса, что обеспечит нам работу с урановыми мишенями высокой активности. И это позволит нам не только расширить все наши исследования по изучению уже открытых элементов, я имею в виду и 117, и 116, и так далее, но и сделать попытку синтеза новых элементов. Уже восьмого периода мы седьмой период закрыли. То есть это 119, 120, и 121 в реакциях, прежде всего, с титаном 50, с железом, на которые сегодня мы не можем выйти именно из-за того, что сечение этих реакций по меньшей мере на порядок ниже, чем с кальцием 48. Мы должны, так сказать, поднять сечение. Это физическая величина, мы ее не можем. Но мы можем увеличить интенсивность, повысить нашу экспериментальную оснащенность, это новые сепараторы, новый ускоритель. Тем самым повышается эффективность исследований, открывается путь к синтезу элементов уже восьмого периода. Это главное. Но, конечно, вот когда мы говорим о дне науки, о развитии, не надо забывать, что все-таки вот в нашей лаборатории вот все, что делается для фундаментальных исследований, вот новые ускорители, новые методы ускорения, техника, она тут же получает какое-то прикладное исследование. В том плане, что вы знаете, что вот в декабре, и практически сейчас эти работы уже близки к полному завершению, мы запустили ускоритель DC-110 на БЭТе, в мае состоится его официальное открытие, но это самый лучший на сегодняшний день в мире ускоритель именно для технологий. Поэтому это развитие, скажем так, на ближайшие, по крайней мере, пять лет до программы работы лаборатории, она определена очень четко. Работы много, но это лучше, чем если бы было наоборот. Когда мы говорим о синтезе новых элементов или изучении его химических свойств, что происходит? Чтобы синтезировать новый элемент, вы должны иметь два ядра. В данном случае мы используем уникальное ядро Берклия 249-го, и, соответственно, как мишень, и ускоренный ион кальций-48, это уникальный изотоп, это самый нейтронно обогащенный изотоп, у него 20 протонов и 28 нейтронов, в качестве ускоренного иона. Но чтобы два ядра слились, они должны преодолеть кулоновский барьер. Поэтому мы ускоряем кальций-48 до энергии, нужной нам для того, чтобы превысить кулоновский барьер, чтобы два ядра слились. И эта задача очень сложная, потому что это слияние, образование нового ядра, это не самый доминирующий процесс при столкновении ядер. Как правило, вероятность этого события, само по себе того, что вы попадете одним ядром в другое ядро, это 10-24. Это, по сути дела, отношение площадей ядра к площади атома. 10-24 сантиметра, чтобы просто попасть. Чтобы реакция произошла, вероятность этого еще 10-12. То есть сечение пикобарное, это 10-36, отсюда нам нужны высокие интенсивности, отсюда нам нужны длительные эксперименты. Но когда ядро слилось, это возбужденное ядро, оно испускает несколько нейтронов, 3-4, и переходит в основное состояние. Оно вылетает из исходной мишени по кинематике, и дальше уже транспортируется в фокальную плоскость детектора и регистрируется. Мы видим время распада, мы видим его ядерно-физические характеристики, то есть энергию альфа распада, спонтанного деления и так далее. Когда мы берем химию, мы добавляем, плюс к этому еще и химические свойства, зная все цепочки распада. То есть это эксперименты достаточно надежные, идентифицируются. Можно ли в природе предполагать, что в природе существуют элементы такого ряда? Да, пока данных, которые бы с одной стороны точно подтверждали существование сверхтяжелых, никем не получены. Так же, как и не получены данные, что их не существует. Мы занимаемся поисками сверхтяжелых еще с времен Георгия Николаевича, но опять-таки то, что мы имеем сегодня, то, что мы получаем сегодня, экспериментальные данные, они, конечно, меняют наши подходы. Мы продолжаем эти работы, у нас уникальные детекторы нейтронные, на туннеле, который связывает Францию и Италию, Монблан. Да, это, так сказать, очень низкофоновая лаборатория, мы исследуем образцы, но, так сказать, согласно нашим сегодняшним воззрениям, самый долгоживущий будет не 114 элемента, а в районе 108 элемента. Хотя по спонтанному делению, как это и раньше предполагалось, самый стабильный, 114, но уже вклинивается альфа-распад. И сегодня мы изучаем эти образцы и будем продолжать эти работы. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.